Симон, усики! Во! Усики, да-да. Во! Привет! Это, Иван Борисенко? Тьфу! Никто такого не делал ни в одном виде спорта. Ну, хорошо, попробуем. Делаем? Вот это капитан! Красава! Смотри, даже стиралки! Нифига себе! Слушай, я, я правда говорю, я такой раздевалки никогда в жизни не видел. Пойдем, выходим из стиренского. Тихо, ты там сейчас. У кого ничего не пропадет, он нас скажет. Обалдеть! Михалыч! Поехали! Ну что, господин комментатор? Раслан, скажи всем, что котлета им приятный день. Пацаны! Пора за кол! Бей, ну, родной! А-а-а-а-а-а-а-а! Ребята, всем привет! Чего молчишь? Короче, мы опять в Кемерово. Прилетели только сегодня с ранья утром. А команда вернулась с суперкубком. Буквально два дня до нас. И посмотрите, как их встречали в аэропорту. Как радовались ребята! Да! Кемеровский кузбор! Да! Кемеровский кузбор! Ну что, они лучше меня, что ли? Дай мне тоже, пожалуйста. Спасибо. Меня тоже? Кемеровский кузбор! Смотрите, возле ледового дворца Кузблаз, какой сделали огромный каток. Все равно хочется поесть, да, чего-нибудь? Ну да. Давай с кем-нибудь. Поедем, поедим? Поедем, поедим. А кто у нас должен быть герой этого выпуска? Ну, тот, кто третий гол забил. А слушай, а если третий, кто забьет, тут будет герой. Героем третьего выпуска. Так и сделаем, да. С Хабаровском, с Вархангельским за суперкубок забил третий гол Артем Азаров. Удар, гол! Алло! Алло, Артем! Да, да, да. Привет, привет! Это Дмитрий Шилов и Евгений Пантелейкин. С Рэдди Шоу! Ура! Узнал, узнал. Ты же героем должен стать третьей серии. Знаешь же почему? Да, я понял это. Я смотрел вторую серию. Да, ты же забил третий гол. Да, да. Победный. И все, идите. Ну, давайте я сейчас перед тренировкой поеду обедать. Мы там встретимся. Давай. О, Артем, привет! Артем! Артем! Это вы, Артем Азаров? Да, да. А всем привет, здорово. Симон, усики? Во! Усики, да, да. Вот, Артем. Что с бородой? Попал в грюшку. Асфальтовая болезнь? Ну, такое бывает, когда визорс надеваешь. Постоянно с Симоном здесь собираетесь, вместе обедаете, да? Частенько ужинаем или обедаем. Так, я буду сейчас вас всех учить, всех хоккеистов учить быть видеоблогерами. Громче говорить, ребята, нагреть громче, четко. Потому что чем вы потом будете после хоккея заниматься? Да не знаем. Не знаете? Нет. Вот, смотри, мы с Михалычем хотим создать школу видеоблогеров для хоккеистов. Для хоккея с мячом. Для хоккея, для русского хоккей, для бенди. Симон, запишешься в нашу школу видеоблогеров? Что? Скажи «да». Скажи «да», Симон. Да, да, да. Симон, все, у нас же первый студент. Первый студент есть. А ты уже за сборную играешь? Нет, я ни разу не везу. Только за юношеские сборные играл. Да? А получается, в какой позиции? За защитник центральный. Ваши вопросы? Раньше люди играли в международный хоккей. Ну, шведский... Ну, кубки мира, международный турнир. Международный матч. Как вот сейчас, где потолок для себя видишь? Куда стремишься? Какие мечты? Ну, все равно национальный сбор. Ты сейчас звание какое? Мастер спорта? Нет, кандидат. Ну, на следующий год, наверное, мастера получишь? Не знаю. Ну, за суперкубок-то получишь. С винами не играешь, со шведами играешь. В одной команде. И против него на тренировках. Ты максимум можешь получить только мастера спорта. Ты уже мастера спорта международного класса не сможешь получить? Получается так. Потому что международных турниров нет. А уж про заслуженного мастера спорта и речи не может быть, да? Конечно. Прикинь, какой облом. Не, ну я надеюсь, что наше руководство там все разберется и что-нибудь придумает. И весь мир будет пользоваться картами МИР. Вас как зовут? Алексей, Металлург чемпион и Кузбасс тоже чемпион. Ну, а вы смотрели уже Рэдди Шоу первую и вторую серию, да? Как, нравится? В Архангельске супер, молодцы, спасибо. Не, не, вообще Рэдди Шоу нравится формат, как подача. Да, очень много юмора и классно. Это скульптура, кузбасский хоккеист. И кто здесь изображен? Поговаривают? Нет, похож, да, на Симона похож. Вот, скульптура подарена коллективом Акционерное общество Черниговец. А это что за общество? Это угольный разрез. Давай, может, на него съездим завтра? Нет, ну, конечно, если ты знаешь, куда ехать. Разберемся. Разберемся. О, ребята, выходим на арену, на ледовую арену Кузбасс. Вот они, наши тренируются. Все, ребята, привет, привет. Шуля Клещ, контраст, гол. Привет, привет. Виделись. Черник приехал, ребята. У них следующая раскатка. Вы следующая, да, катаетесь? На разливе здесь еще разливаешь, покажи. Это... Цветом, как первак. Да, да, это наша разработка собственная. Это плюс 70% физическим показателям сразу. Ммм, вкусненько. С какой стороны пил? Ну-ка, пробуй. Ты видал? Не успел глотнуть. Это ты как здесь оказался? Волшебный порошок. Ничего себе. Секретные, 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 секретные добавки. Обалдеть. 130 килограмм оттуда, сюда. И без оттышки. Так, Артем, покажи, как ты забил третий гол Архангельску. Азаров. Азаров, по-моему. Все, Дима, забьешь завтра Иркутску, следующий фильм будет про тебя. Сергей Игоревич, приветствую. Здравствуйте. Мы, кстати, ребята, Сергей Игоревич, мы сегодня на самолете вместе летели. Оба спали. Здорово, родненький. Ты как? Приветствую. Нормально. Нормально? Нормально. Завтра забьешь? А ты понял, как это сработало вот это? Тут подрисуйте, пожалуйста, молнию. Наколдовал, Михалыч, что ты второй гол забьешь, видел? Называется свиносенсорика. Ты, наверное, гол забьешь. Ну-ка, Михалыч, свиносенсорику. Так и будет. Покажи свой коронный трюк. The best from the west. Вот такой? Или вот такой? А на ребре? Опа. My school. Моя школа. Артем, привет. Есть уже ясность, кто завтра ты или Блинкин? Блинкин? Блинков? Блин, фу, блин. Блин, знаю. А я этот, знаешь, как крест-секретарь. Слушай. Да ладно, мы с Игоревичем уже обсудили в самолете все. Завтра для тебя сюрприз будет на установке. Еще вот так. Шутка! Нет. Ребята, Иван Борисенко? Денис. Фу. У меня просто сын Иван. Денисиева. Это я где-то видел такое вирусное видео про шайбу. Когда он сразу развернулся, он ушел. Роман Любимов согласился подвести итоги Игоря после двух. Нет, Роман Любимов. Тьфу, извини. Так на Ваньку похож. На Ваньку сейчас скажу. Максимова. Ты завтра будешь как первый космонавт, как Юрий Гагарин, хоккеист-мычок. Это реально. То есть завтра мы будем держать с тобой связь напрямую. Во время матча этого никто не делал никогда. Ты реально будешь как Юрий Гагарин, понимаешь? Как первый грузинский космонавт. Первый российский хоккеист. Давай, договорились. Все, договорились. Он скажет, а я руку через перчатку. Пожалуй, значит, не договорились. Это отвлекает реально. Я такой игрок, что может быть. И так завтра ответственно на этот матч. Руслан Тремаскин, капитан команды Клуббас. Все что-то сливаются, Руслан. Нам нужна помощь. Что говорят? На тебя все, капитан пускай делают. Даже тренерский состав сказал, должен это делать капитан. Никто такого не делал ни в одном виде спорта. В плане того, что звук писали, но чтобы с комментаторами во время матча переговариваться, такого никто не делал. Хорошо, попробуем. Делаем? Вот это капитан. Красава! Ребята, святая всех святых. Раздевалка команды. Здесь не промахнешься. Вот сразу Кузбасс написано. Вот. Отдельно гардероб. То есть снимают обувь, верхняя одежда. Очень удобно. Заточка, конько. Вот, ну-ка, Михалыч, подожди. Встань сюда. И что у тебя заточка? Вот Влад. Мой сосед. Влад с Красноярска, да? Да. Земеля. Так, здесь что? Сушилка, да. Вещи сушилка. О, буф. Упал. Это запах. Смотри, да, растиралки. Нифига себе. Вот, смотрите, какие смотрят передачи, ребята. Паучи. Это ютуб или канал какой-то? Одежда была. Рутуб. Правильно. Михалыч, жим лёжа будешь делать? Вот, администратор, массажист. Кому не лень. Так, массажный стол. Второй массажный стол. На обычной физиопроцедуры делается. А это что за аппарат? Это виброматик, вибрационный массажёр. Можно на Михалыча попробовать? А для чего ты нужен? На тебе всё пробуем. Ой. Красота, да? Ооо. Чувствуете? Вот, трапецию проработаем. Ой, Михалыч, есть у меня одно видео на канале? Я делал обзор секс-игрушек. Таким же мне массаж шеи делали. Это не смешно? Знаешь почему? Почему? Потому что шеи нет. А вы что ему массируете? У него шея появится. Глубокий вдох и расслабляемся, выдох. Ооо, как хорошо. Мори, шея появилась. Да, вы смотрите, не было шеи. Сантиметра три добавилось. Что, Михалыч, водолазка теперь твоя? Всё, вот, теперь шею я буду показывать. Ну что, ребята, как за что? Илья Алексеевич Польден. Один из наших лидеров. Нафига щитки вратарский отдел? Так это Илья, который нам показывал, как газеты это. Берём, надеваем упадь. Засовываем в конёк, чтобы было сухо. Газеты впитывают влагу. Ну и теплее так будет. Ну что, газеты помогли в Архангельске? Походу, не помогли. Слушай, я, я правда говорю, я такой раздевалки никогда в жизни видел. А вот, вот, ребята хорошо сыграли. В Архангельске. Вот, хорошее видео. Ну-ка, покажи, где. Будем выяснять. А Николай хитро улыбается, походу, он дизлайк поставил. Тренерская. Пойдём, выходим из тренерской. Чего? У кого-нибудь что-нибудь пропадёт, он нас скажет. Фишки с доски пропадут, скажут, что мы взяли. О-о-о. Вот, смотри, всё это. Чистенько. К винтику. Молоточек, молоточек. Нет, я ещё работаю здесь сейчас. Получается, ты ещё и клепаешь, коньки. Да, ну вообще полностью. То есть у тебя всё под ключ, да? Ремонт, кругов. Да. Всё чётко. Так, всё, отработал? Отработал. Без одной минуты. Театр начинается с вешалки, а хоккей начинается? С заточки. С точилки. А это ребятам выдают ужин. Мы либо кушаем в ресторане после тренировки, либо можем с собой забрать. Салатик овощной. Там, сом, ям. Солянка, да, или что это? Или харчо. И вода. Сталинка. Как квартира. Хрущёвку завтра давать будут. Ну что, ребята, обещали мы вам, что покажем предприятие Черниговец. Нет, ну, во-первых, Кемерово, уголь. Ну да, да, да. Ну, это кто-то, кто... От кого? Это статуя хоккеиста сделана. Культура подарена коллективом Акционерное общество Черниговец. Черниговец. Вот он, Черниговец. Северное общество Черниговец. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас встречаю. Игорь Викторович. Вот, Игорь Викторович. Гляньте, какая красота. Вот это творение нашего работника. Кузнец. Самолучка. И вот он свободно от работы время. Изготавливает такие вот... А это он же сделал хоккеиста возле... Да, он же хоккеиста, кстати, сделал. Так, а где суперкубок из Архангельска? Не довезли? А это не у нас. 228 миллионов тонн угля добыто на 1 января 2023 года. А куда уголь, куда продается-то, куда он столько угля-то? Какие страны? Турция, Китай, Карелия, Корея. А Карелия южная или северная? Карелия. Поедете. А мы на северная. Тихо. Сейчас обе наши кореи. Идея-то и другие. Знам-деалектора по связи с общественностью. Тоже хотел бы с нами побыть. Можно или нет? Конечно. Как оформлен кабинет? Это мой кабинет. Как он оформлен? Что здесь? Николай Сергеевич. Да, был у нас. Понятно. Так, а это что? Сережка Ламана. Молодой совсем. Это Лам. О, Михалыч, а тебе сейчас видно, как тебе... Ну, видно, как тебе похудеть надо. Лишнее. Лишнее срезать. Тут этим, как фломастером рисуют. Так это хоккеист из каких годов? Это в наших годах, Сергей Сергеевич. Видите, шлем еще как? В 80-х. Ну, так это Йоффа. А, так это с вас делали? Да неужели? 103. Похожий, но... Реально. И номер по 9-м. Да вы что? Получается, Игорь Викторович, вы легенда? А, не получается, но так и есть. А это кусок угля, да? Да. Если можешь, делай. Игорь Викторович Севастьянов. Да. Вот так вот. Как вот? Куда он идет разрез, чтобы поднимать? Вот смотрите. Вот эта левая сторона, это рабочая часть. Вот там ведутся горные работы. А правая часть, это уже выбранный уголь и засыпан породой. То есть отсюда вот порода вводится в выработный пространство. Ой! Дышать-то не могу. С той стороны, да? Давайте. Короче, левая часть в работе. Видите, там все горно работают. У меня нос отвалился. Вот. Вот так классно смотреть, чем с улицы. Как говорится, а что так можно было? Обалдеть. Какие огромные. А вот пар идет. Это что? Почему пар идет? У него кузов обогревается, выкладные газы. То есть кузов темп, чтобы от порода не прилипала кузову. Ёшкин кот. Смотрите. Сейчас полазим по нему. Ого! Вот это да. Михалыч! Да мы с тобой кто-то... На Марс перелетели. Нет, следующая остановка. Космос. О, ребята! Такого еще никогда не было. Михалыч! Помаши ручкой папе! Я думал, с вашей стороны. Не-не-не. Так, закрываемся, да? О! О, тепло! Конечно, на машине. Пристегиваться надо? Да, обязательно. 835. Поехали. Игорь Саныч, заедет на нас вообще? Поехали. Реально здесь можно разогнаться до 40 метров в час, да? Конечно, мы едем сейчас. Вот он теперь. Ага. Мы сейчас 25 дней. Понятно. Все, докатались. Сходим с корабля. Космического. Здесь целое дорожное движение этих Белазов. Смотрите, вот они все. Туда-сюда катаются. Ребята, вот таких масштабов я ни разу не снимал. Этот Белаз подъезжает. Это какой-то фильм «Безумный Макс» я снимаю. Угольный разрез Черниговец. Кемеровская область. Нахожусь в забое. Какая здесь глубина? Здесь порядка 150 метров. 150 метров глубина. Экскаватор грузит в Белаз уголь. Гордость берет за нашу страну. Россия! Кузбасс! Почему Кузбасс? Потому что Кузнецкий угольный бассейн. Кузбасс – это угольный регион. Кузнецкий бассейн. Кузнецкий угольный бассейн. Поэтому Кузбасс! Кузбасс! Я этого не знал. Ты знал? Я пока ехали спрашивал. Идем, значит, мы с Михалычем на игру. Ну? С Иркутской Байкал-Энергии. И видим машину Симона. Симон! Пойдем, кое-что тебе расскажем, покажем. Привет! Привет! Ты знаешь? Но это ты! Может быть. Сириас! Я тебе серьезно! Я тебе... Клянусь! А вопрос хоккеист по чьему образу был? Там? Слеплен, да. Ваш любимый герой? Швед Янсон. Симон Глянсон. Это ты! Сириас! Может быть? Сириас! Сириас! Ну, одно лицо! Привет! Здравствуйте! Смитяй! Александр! Александр! Александр, расскажи, пожалуйста, за счет чего, вообще, что, какие функции выполняет эта машина, комбайн? Строгает, заливает, моет. И пылесосит? Вода горячая или холодная? Ну, мы заливаем горячая. Горячая? В зависимости, что надо. Ну, перед матчем, перед хоккеем. Горячая. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Это вам подарочек. За клуб болеть. Всем победа должна быть наша. А вы кто? Болельщик. Наши передачи смотришь? Да. Подписывай. Рэдди Шоу. Рэдди Шоу смотрел, да? Обе серии? Да. Ну и как? Классно с Янсеном особо. Да? Чего эти кубки видел? Да. А что не радуешься? Радался. Кузбасс чемпион. Вот, молодец. Вот кубки стоят. А вы что не радуетесь? Какой? Уже отрадовывали. Ну, супер кубок. Вот он. Радуйся давай. А вот еще и кубок России. Осталось что? Дальше. Супер, супер, супер. По центру. Ну, чемпионат России выиграли. Чемпионский кубок. Даже я это знаю. Радуйся. Радуйся, говорю. Радуйтесь, супер кубок же выиграли. Почему не радуетесь-то? Улыбаться нужно, смеяться. Радуйся. Радуйтесь. Теперь все рады. Вот, люди радуются. Радуются. Супер кубку рады? Конечно. Еще как рады. По чем нынче шарфы? 2,400. О, круто. Вот и Никита Иванов за 1 миллион. Знаете? Нет. Это в Инстаграме видео набрало с его голом. Он гол забил за Кузбасс. И видео набрало, а уже 2,400. 2,400,000. Предигровое меню. Смотрите, какой райдер у игроков. Где шампанское, коньяк? Не заказывали? Есть. Попозже будет. А, это после игры, да? После игры, да. Оливье Михайловичу наложите, пожалуйста. А если длиннее сделать, вот сюда его спрятать, наоборот, телефон. Мне без разницы. Куда угодно. Можно ниже сделать. Для чего это повесили именно туда? Это интерактив. На прямой, на интерактив будет, на прямой связи с нами. Все. Все, вот так. Оборудуем полностью Руслана Примаскина, капитана команды Кузбасс. Прикрепили GoPro 7 сверху. На липучку. Здесь все обезжирили на шлеме. Ничего не отвалится. Все волнуются, что отвалится. Я говорю, не отвалится. Вы звонили? Да. Готовы туда подмазить. Все, ребята, выходят на массе. Радость где? Где ты говоришь? За супер губок, радость. Там уже идет приветственная речь министра спорта, президента клуба. А я по лестницам бегу, в комментаторскую, к Михалычу. Ну что, господин комментатор? Звучит гимн страны. Встал весь стадион. Все комментаторы стоят. Мы, короче, с Михалычем, в своей комментаторской. Кто там разговаривает? Дожать буду. Там тоже комментатор. Парни, давай, давай, давай. Руслан, скажи всем, что котлета им привет передает. Пацаны, надо в игру войти прям максимально сразу быстро. С первых, с первых секунд. О, давай, Руслан с мячом. Поехал, Руслан. Русланчик, давай. Опа, за пидушка. Мяч перехватывает. Кузбасс. Да-да-да-да-да-да. Отдай, отдай. Так, вот, Никита Иванов, с мячом. Никак, никак. Давай, влево отдай. Отдай Ясунов. Ну что ж ты, Никита. Где говорить, хорошие слова? Вот сюда. Я хочу сказать, что капитан команды настоящий капитан. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина, настоящий лидер. Взял ответственность за всю команду. Да, да. Если Симон обонятельный, то это вот настоящий лидер. Первый момент, защитник и выводит защитника. Сразу же поднимает их. Поднимает их, слышно, понятно? Ой, Никита, какую передачу выдал, забивай! Парасов, гол. Гол! Здравствуйте, мы тоже поздравляем. Комментаторское ложе поздравляем. Возвольте, в тридцать. Получается, мне мяч придет, я тебе вот сюда отдаю. Сам, 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 сам. Вол! Красота! Красота! И самое главное, я всю вот эту комбинацию, он не видел. Пойду я, Михалыч, схожу к болельщикам, фан-сектор. Так. Спрошу, может быть, кто-то хочет передать что-то капитану нашей команды. Во время матча. Ребята, ребяточки, ребята, всем привет! У нас на связи Руслан Тримаскин, капитан. Что ему передать? Только победы. Редкая парочка, два нога мне. Все, понял, передам. Димка из меня. И передавать не пришлось. Руслан, дай гоупроху вытащу. Гоупроха села. Так, ребята, перерыв. У нас тут техника сломалась. Гоупроха у него нифига не снимала. Как какой-то перезвет белого идет. Ну, ничего страшного. Ты же снимал? Я снимал. Ну, все нормально. Я сейчас был в фанатском секторе. Они передали, попросили от всех болельщиков забить тебя два гола. Два гола забить? Да. Хорошо. Что-то непонятное происходит в центре поля. Мяч то у одних игроков, то у других. То у третьих. То у третьих. Счет 5-4 ведет Кузбасс. 89-я минута матча. Ооо. Штрафной в наши ворота. Артем Катаев. Вытащил. Давай, давай, давай. Поехали. Давай, Симон Симонович. Давай. Симон, давай, давай. Ой, давай. Давай, Базберев. Давай, бей. Да бей уже. Да бей, ну, родной. Аааа. Какая красота, а? 6-4. Ничего себе. Несите Волокордин, комментатор. Я таблетки сейчас точно буду принимать. Ну, тяжелый, потому что тяжелый был выезд. И с выезда вернулся перелет, адаптация, демонизация. Но выиграли 6-4. На жилах вытащили, Руслан. На жилах. Да, матч тяжелый получился. Они говорили, что при первом состоянии камера упадет. А тут даже... Не отлипишь ее, короче. Это моя липь. Наверное, сегодня хочу Санке Базареву дать, потому что все-таки он поставил эту точку. Потому что если бы не забил, непонятно бы, как сделать сейчас. Нет. Готовимся, да? Спасибо. Юрий Сергеевич, президент клуба «Кузбасса», хочет обратиться к команде «Кузбасса» и ко всей хоккейной общественности. Да, ребят, у Юрия Лохонина нашли рак, и он борется с болезнью. Поэтому предлагаю, кто сколько сможет, собрать на его лечение. И в этом отношении. Мы все, все люди, все мы здоровы, все можем болеть. В прошлом он хоккеист, отлично, наверное, все знаете. Поэтому вот призываю вас к этому отнестись с пониманием. Я лично сам знаю Юрия Александровича Лохонина, поэтому оставлю в описании реквизиты, где вы можете тоже, помимо игроков, помимо всей хоккейной общественности, любой зритель сможет помочь Юрию Александровичу скинуться. Ну, кто сколько может, столько и поможете перечислить средства. Пресс-конференция Ильяса Игоревича. Ну, как говорится, на трибунах становится тише. Совсем стало тихо. Вообще никого нет. Да, и уже даже свет погас. Я еще раз говорю, не все коту-масленица, нужны и такие матчи для закаливания характера. И игроков, и административного состава, и руководства, и нас с вами, дорогие телезрители. Все, всем пока, до новых встреч. Да, ребята, всем пока. Это зрелище, это вот это зрелище. Да, вот за это все и любят русский хоккей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok